Главная новость дня. Дима Колдун попал в автомобильную аварию. Прямо на подъезде к Останкино. Ты выезжаешь, да? Я выезжал со двора, посмотрел, там рядом КАМАЗ был припаркован. Вот, я из-за него выезжал, пытался посмотреть, что там с той стороны. Вот, а в это время проезжала машина Ниссан, и она, так сказать, не очень вовремя просто для себя выехала. Ну, конечно, я виноват. У меня было хорошее настроение, я решил выехать, и, собственно... Ну, я не расстраиваюсь, у меня все хорошо. Не очень хорошо с реаги он вышел, начал на меня кричать. Вот. И, в конце концов, ну, потом он посмотрел так, просто, видимо, остыл, и начали оформлять документы. И Ниссан кричал, ты куда едешь, осел? Вот так он на меня кричал. Ну, как обычно в таких ситуациях. Что бы вы почувствовали в тот момент, когда вот все это, собственно, так бам? Это что, первый раз, что ли? Нет. Один раз я перепутал педали в пробке, стоял. Тоже я был виноват, конечно. Вот, на самом деле, из всех ДТП, которые со мной встречаются, я ни разу не был прав. Поэтому мне уже не привыкать. Ну, вообще, многие творческие люди, они плохо ездят на машине. Вот, например, Шаляпин, он постоянно то в дуб врежется, то еще в столб какой-нибудь. У него, он по другим делам. Он обычно по столбам, по деревьям, а я по машинам. Мне стыдятся такие ваши самолеты. Может, поэтому мне кажется, что я на самолете, и мне море по коленам. Но все-таки все по земле ездят. Слушай, а что сказали гаишники? Ну, а им-то что? Оформили документы, и сейчас поедут домой кушать к женам, к детям. А где, куда поедешь? А я поеду, куда я ехал. В тенажерный зал. Водители, будьте осторожны на дорогах. Не ездите так, как я. Всегда плохо высыпайте, чтобы быть более внимательными. С вами был Дима Колдун, специально для Муз-ТВ.